Вот что нужно готовить из клубники прямо сейчас. Этот пирог разлетится мгновенно. Для начала подготовим тесто. В емкость высыпаем 180 г муки. Желательно ее просеять. Я взяла обычную пшеничную, но можно взять из твердых сортов или, например, овсяную. Добавляем пол чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешиваем. Выкладываем размягченное сливочное масло грамм 70-80. Немного соли и 1 столовую ложку сметаны 20% жирности. Теперь аккуратно замешиваем тесто. Удобнее всего это делать руками. Главное хорошо растереть кусочки масла в муке. У нас должно получиться однородное мягкое тесто. Все вымешивание занимает от силы минуты 3-4, не больше. В итоге тесто получается очень эластичное и совершенно не липнет к рукам. Это отличная база для разных пирогов. Перекладываем тесто на пищевую пленку. Хорошо закрываем края и отправляем в морозилку буквально минут на 5, пока будем делать заливку. А для этого в отдельную емкость разбиваем 2 яйца комнатной температуры. 3 столовые ложки сахара, 350 грамм йогурта от 10% жирности и грамм 30-40 муки. Теперь обычным венчиком хорошенько все перемешиваем и взбиваем до пышной однородной массы. Конечно можно воспользоваться миксером и сначала взбить яйца с сахаром. Но мне было лень, так иногда бывает. Поэтому делаю венчиком и посмотрите какой консистенции получилась заливка. То, что нужно. Осталось подготовить клубнику. Для этого помытую и очищенную очеренков клубнику выкладываем на доску и нарезаем напополам. Если клубника сильно большая, можно разрезать на 4 части. Отправляем нарезанную клубнику в емкость и добавляем 1 чайную ложку крахмала. Я люблю использовать кукурузный. Все перемешиваем и практически все готово. Достаем тесто. Оно немного охладилось, но осталось по-прежнему эластичным. Раскатываем его в тонкий пласт. Я не убираю пленку и раскатываю тесто в пленке. Так намного легче и удобнее. А главное, ничего не пачкается и не прилипает. Когда тесто в существующей пленке раскатывать уже неудобно, разворачиваем его и сверху накрываем новым куском пленки. И продолжаем раскатывать до нужного размера. Сильно тонко раскатывать не нужно. Толщина должна быть 0,7-0,8 мм. Вот такое вот как у меня. Перекладываем тесто в форму и равномерно распределяем по всей поверхности, выкладывая одинаковым слоем. Форма в диаметре у меня 18 см. Желательно, чтобы высота бортиков была везде одинаковой. Форму предварительно я ничем не смазывала. Вот такая вот основа у меня получилась. Прокалывать ее вилкой тоже не нужно. Сразу сюда же выкладываем всю клубнику и равномерно распределяем. Можно взять любую ягоду, которую у вас есть, или фрукты. Очень вкусно, кстати, будет с вишней или черешней. В общем, экспериментировать есть с чем. Теперь осталось вылить заливку. Она получается жидкая, но не переживайте, будет просто супер. Аккуратно разравниваем и погружаем в нее всю клубнику. Немного постучим формой по столу. И отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут. Достаем готовый пирог. Ох, и аромат сейчас на кухне вы себе не представляете. Вверх полностью застыл. И теперь нужно дать пирогу остыть. А это очень трудно. Как только остыл, разъединяем и убираем борта формы. И вы посмотрите, какой же он красивый получился. Это самый мой любимый и самый вкусный пирог с клубникой. И на праздничный стол подойдет, и на каждый день. Можно украсить сверху сахарной пудрой, но мне больше нравится именно так. Перекладываем на блюдо и уже не терпится разрезать и попробовать. Режется очень легко. Он отлично пропекся. Получился мягенький внутри с ароматным хрустящим песочным тестом. Как будто какое-то суфле с клубникой. Это безумно вкусно. Даже не буду описывать, насколько. Он просто тает во рту. Так что настоятельно рекомендую приготовить. Пока сезон клубники в самом разгаре. Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Как вам такая вкуснятина? Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok